мир всем миром помолимся христос воскрес из мертвых смертью смерть поправ господи молим тебя благословить наши занятия не допусти нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла прибудь с нами в этот воскресный вечер сохрани нас в любви и согласии единомыслей по слову твоему тебе хвала честь и поклонение отец сын и святой дух аминь так микрофоны выключите пожалуйста карина карина сегодня 19 мая 2019 год и мы продолжаем разбирать пособие по изучению евангелия от марка христос воскрес 14 глава 53 по 65 стихи и привели иисуса к первосвященнику и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грел своего огня первосвященники же и весь синедрион искали свидетельство на иисусе чтобы предать его смерти и не находили ибо многие лже свидетельствовали на него но свидетельства сии не были достаточны и некоторые встав лже свидетельствовали против него и говорили мы слышали как он говорил я разрушу храм сие рукотворенный и через три дня воздвигнут другой нерукотворенный но и такое свидетельство их не было достаточно когда первосвященник стал посудить спросил иисуса что ты ничего не отвечаешь что они против тебя свидетельствуют но он молчал и не отвечал ничего опять первосвященник спросил его и сказал ему ты ли христос сын благословенного иисус сказал я и вы узрите сына человеческого сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных тогда первосвященник разодрав одежды своей сказал на что вам еще свидетелей вы слышали богохульство как вам кажется они же все признали его повинным смерти и некоторые начали плевать на него и закрывая ему лице ударять его и говорить ему про реки и слуги вбили его полонитом участь христа была предрешена но для соблюдения формы судьи стараются найти показания против него по которым можно было бы осудить его на смерть как тяжело переносить клевету и слышать извращение сказанных слов евангелие от матфея 5 11 блаженным вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня евангелие от матфея 10 34 не думайте что я пришел принести мир на землю не мир пришел я принести но меч евангелие от анана 2 глава с 19 по 21 стих иисус сказал им в ответ разрушьте храм сей и я в три дня воздвигну его на это сказали 7 храм строился 46 лет и ты в три дня воздвигнешь его а он говорил о храме тело своего не только слуги но и члены синедриона издеваются над христом и поносят его всячески наигрубейшим образом а он в этой толпе как и раньше в гефсиманском саду не сопротивляется не угрожает и все переносит 1 петра 2 глава 23 стих будучи злословим он не злословил взаимно страдая не угрожал но предавал то судьи праведному какое кроткое спокойное величие так ну давайте порассуждаем у кого какие вопросы или мысли по прочитанным пожалуйста ну вот опять же сегодня мы рассуждали о событиях в экатеринбурге вот тоже решили строить храм еще еще и не построили а народ уже не хочет его почему потому что решили строить там вот где вот сквере и вот здесь какое кроткое спокойное величие у христа то есть о чем не скажешь вот об этом кротком спокойное величие тех которые вот этот храм решили построить мы молились сегодня и вы тоже чтобы это искра как-то удалось мудрыми решениями потушить уже владимир владимирович уже и дал указание остановить стройку потому что возмущение в народе всегда великое великое по этому поводу не спросили мнение народа народу конечно это недовольно может быть там и провокация какие-то и там уже политические силы это конечно не без этого однако те же кричалки очень схожие как на майдане чем все это кончилось мы знаем война уже затянулась на пять лет все это может конечно обрушиться и на нашу страну легко если им на украине удалось почему не удастся и у нас тем тем сила главное найти недовольных храпотников и что характерно то вроде бы и дело то благое богоборцы разрушили все храмы мы хорошие мы восстанавливаем но во свете вот того что мы прочитали видите уже свидетели были что вот клеветали на Христа что вот он хотел храм разрушить и возникли ничего я не хотел он говорил о храме тела своего а вот о храме тел своих вот как раз священники то и не трудятся над храмами и сто лет назад который этот храм люди рушили то почему они его рушили то потому что внутри храма не было божие то Христос говорит вы храм Бога живого царства небесное внутрь вас есть вот и вот две противоборствующие стороны столкнулись а если бы знали и та и другая сторона Евангелия да неужели бы это было в Москве допустить Сергей Павлович да вот если такие светловчане такие правильные люди то где они тогда были когда Ельцин центр строили я так вот просто вот знаете может чуть в бок ухожу почему они там против не выставали не быставали а там еще больше площадь заняли они такие правильные такие честные но это то что как то знаете с одной стороны освещается там в действительности есть люди в Екатеринбурге есть их очень мало очень мало ну те кто хотят чтобы этот храм там был а их их мнение понимаете СМИ замалчивает не говорят что есть такие люди СМИ просто однобоко трактуют что все против храма но на самом деле это не так там есть меньшинство меньшинство может быть там верующих неверующих но которые искренне хотят чтобы там был храм а об этом как бы все замалчивается поэтому тоже так неправильно СМИ поступает ну а СМИ зачем это сделать то есть если да Майдан здесь уже все правильно то есть здесь как предпосылка хорошо то есть вот получилось здесь нужно теперь разжигать в топку дровишки кидать вот и все верно Дмитрий да и на Майдане СМИ полностью на Майдан работали и здесь просто они рапы приключились видите СМИ то они кто им платит то о ней говорят и здесь в чьих руках деньги кто-то музыку заказывает вот ему втемяшилось при жизни построить себе памятник такой ну и при этом и кучка людей которых может быть он помогал и искренне хотят чтобы этот храм был вот их меньшинство могут проведить референдум скажем что а поп то открыто говорит то 40 процентов за 20 процентов против откуда он эти цифры взял в тонком сне ему приснилось это да неважно даже один человек против ну почему ты против я здесь гуляю с ребенком ну а давай мы тебе другой храм построим он говорит нет я хочу здесь я здесь вырос это моя земля земля на росте я просто видел ролики какие там были вот тоже в ю тубе что там происходило вот люди которые против строительства храма там они ну в действительности там просто беснование там целый регион что они там просто что они кричали что они говорят там просто их сдерживал ОМОН чтобы они люди просто не разнесли тех людей которые за храм там люди ну совершенно ненормальные я понимаю то что человек может выйти и сказать типа вот а давайте мы не будем этого делать ну люди совершенно сумасшедшие которых вот я видел ну бесноватые конечно они всегда были люди одержимые злым духом и и сто лет назад кто русал этот храм большевики что ими да что ими двигало ненависть к кому к богу или к попам давайте вот этот вопрос обсудим первично конечно же идут к священству скорее всего но очевидно то же самое как в революцию было то есть ненависть именно к этому классу к этому классу сословия да а почему они их ненавидели они они их обличали священники и за это их ненавидели вот христа вот мы сейчас читаем то что они видят лицемерие народ здесь конечно же отчасти прав то что очень много лицемерия со стороны этого класса а вот и поэтому да и сравнивая значит вот этот народ который хотел не допустить строительство храма с тем народом которые хотели распять христа это разная мотивация совершенно здесь против лицемерия а там против правды против христа а христос понимаете вот и он евангелие он говорит о храме он храм господен храм господен с такие миллиарды им хотите вы деньги потратить но вы построите больницы люди вам будут благодарны и бог вам хотите вы богу угодить да не богу люди хотят эти угодить а хотите угодить ну как бы людям этой даже малой кучки людей которые да да так и ну тоже своего рода лицемерия я наворвал миллиарды но я вот один миллиардик бахнул то смотрите какой хороший не думает там в екатеринбурге очень много старых храмов которые заброшены которые вообще никому не нужно в принципе их можно восстановить тоже да да это вот как в потерявке сделали лагерь на земле мы предлагали игнать тихоничу землю там как бы не там навозной кучи и даже вот на это навозной кучи хотели снести этот лагерь детский православный где за 45 лет ни одного несчастного случая столько детей подняты вот там лютого и какая-то непонятная мотивация лютая ненависть к тому чтобы снести который не мешает ничему и все зачем ему это надо то ли в карты проиграл то ли проспорил здесь губернатор как бы говорят что ноут рассчитался с этим олигархом предоставил территорию там же не только хотят сдать он проплатил все а за деньги спрос у мафии короткий если ты выходишь из этого мафиозного бизнеса конечно корень всех зол сребролюбия а народ вот властал против этого сребролюбия и здесь все очень похоже как вот игнать тихонович говорит то что вот тот народ который когда-то не стал обучать священство от которого священство отмахнулась который просто там за деньги крестили лоб помазали да и теперь вот проходит там 20-30 лет и вот эти люди приходят которые с пеной у рта с яростью готовы уже сейчас раздирать этих священников этих попов патриарха и так далее да вот это страшно конечно да надо молиться за ситуации вот в екатеринбурге чтобы там ничего не переросло чтобы в действительность какой-то может быть компромисс был что как-то это все уладилось потому что сибирь да может сколыхнуться конечно вот здесь изучение библии мы изучаем именно во свете сегодняшний день и такие вопросы тоже зачем задавать христос говорит о храме и у нас храм и и там кровь и здесь пахнет кровью понимаете стоит снайперов а им что этих снайперов в украине все кровь прольется и все реки крови и на усилить молитву просто и все но надо не забывать что проклят тот кто меч господень удерживает от крови то есть писание говорит что ну по всем что москва это блудница то есть это вот столько нечестия в этой и за чего но деньги все там собраны все они за эти деньги такие мерности творят господь сожжет этот город блудницу вот люди не верят что это москва и многие там даже из нашей группы там отошли из-за этого с пеной рта доказали что нет это не москва это не его вот столько лжи и лицемерия я навального послушал тоже на него там что это его затея но он отчасти прав конечно же отчасти прав разумеется то есть если во свете библии вот на сегодняшние события посмотреть то сколько библия обличает священников вот и очень-очень как бы на сегодняшний день к сожалению очень мало которые искренне каются и начинает учить народ то есть они привыкли как священное писание говорит вот совет шкурку сдирать вы деньги у него с откуда такие деньги то у священников народ живем жертву или народ вправе как бы сказать но я жертву качу почему я такой злобный то и почему так людей очень легко поднять на на бунт да вот андрей кураев и не узоров на это событие дают хороший как бы один вообще атыярый атеист ну а кураев то богослов умница там и у них схожие как бы мнение на этот счет то стройку нужно оставить и Христос когда в Самаре я еще раз повторюсь приходили ученики и их там не приняли то есть их не захотели Христос и ученики предложили а давай спортсменов позовем давай Ильи помолимся огонь с неба давай эту Самарию разрушим этот народ загнобим пересажаем дух то такой же был что Христос ответил да да давайте то есть наше дело правое то есть не знаете какого духа вы он говорит не знаете какого духа и вот эти вот люди которые вроде бы и благо хотят сделать там народу храм построить они не знают какого духа что дух лживый дух сребролюбивый потому что это коммерческая очередная точка в этом признаться очень сложно признаться в зависти очень сложно и в сребролюбии потому что уже погрязли в этом привыкли на дар в общинку вот кстати вот стих из еремии проклят кто дело господне делает небрежно и кто меньше удержит от крови я у иоанна кронштадтского нашел что он сам рассуждая об этом стихе говорит в большей степени это относится к нам к священникам вот он у него смелости хватил у кронштадтского вот такой комментарий оставить да это можете найти то есть это я не выдумал прямо сейчас это вот я на азбуке встретил его вот у него очень много заметок осталось и каких-то воспоминаний вот как дневник у кронштадтского и он вот такой комментарий дает вот вот а ну и Кирилл Иерусалимский говорит если слово мое не сходится с Библией не сверьте и не верьте и мне вот а сейчас такая вот три с половиной тысячи пришли как бы людей на эту площадь храм ну привезите туда тонну да че тонну то евангелие и начните проповедовать вот он народ собрался нас тоже каждый год на крещение собирают давайте проповедь какой-то народ пришел за водой конечно пришел там за языческим вот этим вот за верой в то что вода исцеляет да и как бы ничего особо криминального нету по вере вашей да будет вам если ты веришь что эта вода святая там исцелился богом прославил да и слава богу дальше то жить по заповедям его грехи то нужно объяснить за что народу болезни то даются то исцеление исцеление чудо исцеление чудо исцеление самое чудо исцеление что человек перестает грешить рождается свыше вот чудо из чудес об этих чудесах умалчивается почему-то рождена бога не грешит сегодня на тихо не говорил ему это не свойственно а сегодняшний лозунг нынешних православных жить грешите не болеть а где грешите не болит а в храм пришел свечку купил попу заплатил все душа отлегло я пообещал царство небесное исцелился а какой силой все это исцеляется тоже неизвестно когда эндрех симонии процветает симон то увидел уже исцелял за деньги дайте мне этот дар тоже тоже хочу за деньги исцелять волхвовой так так сейчас прочитаем что тут в комментариях у нас наталья пишет иоанна 4 23 24 настанет время и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе истине ибо таких поклонников отец ищет себе бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине ну к слову сказать этот стих сектанты любят приводить когда хотят утверждить православные храмы не нужны они нужны но они нужны для верующих людей сначала ты в духе поклонись богу в духе и истине а где нет истины ну там и храм не поможет и не в истине да сми вот чьё оно сми средства массовой информации нужно раньше взять почему революция 1917 года произошла почему народ против священства поднялся да вот эту историю поднимать почему почему поднялся против священства что братья что-то не пойму тут изучение библии или диалоги о насущном и то и другое николай экстраполяция событий на сегодняшний день надо да еще чтобы писали заговорила с нами заговорила что нам делать муж и братья ольга господи дай мирным путем разрешится конфликту конфликт есть третий рим абсолютно согласен все провозгласили себя третьим римом или не что нам не указ где мы хотим строить храм это мы будем все это было в истории уже андрей кураев дает хороший совет вот они взорах путины враг плавославия но по-человечески где я не хочу чтобы попов опять с колоколем вниз бросали то есть народ то конечно виноват в этом но кто довел этот несчастный народ до этого то есть глубже надо посмотреть догнать и бренчанинов предрекал падение священства то есть невзоров он прямо видит это начало падения вот и суду начаться начаться с дома божия писание говорит и сейчас вид вот оно истинное лицо церкви истины то есть звери звери на скал увидели люди и столько ложи и лицемерия к этому все так александр можно ли готовить себя к чтению нового завета ветхим заветом два завета они не раздельны что ветхий без того что новых без ветхого него в новом завете очень много ссылок на ветхий за это нужно знать оба завета но я не знаю почему то рекомендую сначала прочитать новый завет потом ветхий не знаю почему так но если все в толковании святых отцов этот завет принимать никакого противоречия не будет потому что вот сестра отпала елена возврата на ветхий завет ветхий завет это все уже прошло и там люди плохие давид плохой и все чем все кончилось поношение и все тут так сергей она его читала я уверен так нельзя человек который прочитал ветхий завет как бы он не будет такое говорить ветхом завете как раз таки господь и такой же милостивый и очень как вам сказать любящий своих детей свое чадо именно людей такой же как и в новом завете такой же как иисус христос он постоянно милую постоянно свой народ он милует постоянно начиная про это долго терпеливый он там именно с книги бытия а уже потом если там почитать книгу пророка ионы когда он именно язычников милует ну о чем здесь говорить а елена просто мечтала на просто чужие мысли стало здесь как бы показывать и зарыгать как вот игнать техниче говорит это определенно так и есть она не читала ветхий завет не читал один басалдыр чего стоят ветхом завете бог нового и ветхого завета один бог аминь ну то почему они вот столько крови там столько крови крови нужно ли мысли не ваши мысли он говорит это в исае не не надо вам по-человечески рассуждать вот много крови мало крови златоус тоже толкует этот стих я помню тоже в группе там приводил что любое человеколюбие вопреки богу это хуже чем убийство по по воле божией я при примерно дословно привожу слова златоуста она мы привыкли вот так вот по-человечески рассуждать ах ой там вот и так далее да тут но в новом завете это место подтверждается петр по человеколюбию к христу говорит может быть минует себя чаши сия и что ему христос ответил отойди от меня сатана то есть он первоверховного апостола зала сатана и потом он трижды отрекся и потом плакал и каялся и потом первоверховного апостола получился нужно пройти через это если не было страха божия не было первой ступени покаяния благодати призывающей то нечего и в храмах делать до благодати освещающий тебе еще далеко вернись назад поплачь с давидом ветхом завете два смертных греха совершил убийство при любодеянии такой псалом 50 вышиб а бог не это любви сты и то есть это вот люди которые не привыкли отвечать за свои поступки которые боятся что вот что бог их накажет то есть живут во грехах это вот заветок называет их свиньями то есть это вот верующие да не мечите бисер перед свиньями чтобы они не обратились и не поправили вас когда там на давида начала на что-то роптать то что вот он там как бы убила вот этого своего полководца потом версавию соблазнил но потом же до семидесяти лет до своей смерти он в этом как раз таки его господь его наказывал постоянно и он за это каялся причем когда господь и когда он соблазнил версавию там такие слова были то что гавида ты это сделал в тайне говорит ну как это настанет время когда гадится с твоими наложницами говорит это произойдет как прилюдно и когда авиасалом восстал против давида он же там помните в шатер отца зашел и всех как раз таки наложницы он с ними переспал это было прилюдно сделано то есть именно господь опять его наказал именно вот через это то что вот как вот он поступил тогда неправильно то что он урию убил версавию соблазнил и потом давид это до конца своей жизни он расхлёбывал это и и вплоть то что авиасалом восстал и потом авиасалом родную сестру изнасиловал и так далее да мы часто видим человека согрешаешь не видим кающего вот он убил он убит он кающийся убийцы то есть и мы сейчас новозаветняя церковь мы мы церковь кающихся грешников вот но у нас переворот получился то есть мы просто вот это кающихся убрали чаще исповедуешься чаще причащать то есть причисляя свои грехи на исповеди причащайся и и дальше продолжай грешить и не забывай свечки потолще покупать и все хорошо будет лютый обман лютый обман не просто обман а бешеный обман то есть людей серий павлович это по моему у исаи да когда вот господь говорит про жертвы я уже больше не хочу я присытен вашими жертвами вашим туком я уже не могу этого терпеть вы мне сердце своем покажите принесите мне жертву в виде сердец ваших и то же самое вот с этим вот с частой исповедью это такие же жертвы мы приносим как в ветхом завете когда человек согрешал ага жертву голубь там овца козла и так далее а господь я присыщен этим ведь мне это не нужно да вот бог смотрит на эти великолепные позолоченные храмы он тоже я присыщен этим мне это не нужно вот господь но выкатеримоги четко показал мне не нужен этот храм мне не дайте ваши сердца а сердца посмотришь на сердца этих ну злобные там люди да и вот только пишет то есть это нам урок мы не мощные сосуды вот анастасии екатерине или не да то есть мы их не судим но почему они отошли то есть не по бодрствовали в молитве у нас слава богу сейчас утренняя молитва совместно объединяющая всех еще раз призываю как я понимаю часовые пояса там как бы это вот разные не каждый в час по москве может он присоединиться вот но однако может быть еще сделать вечернюю молитву по барнаульским десять вечера кто-то в это время сможет почему бы и нет вот то есть совместная молитва она очень как был объединяет и большая а и сила в ней большая то есть потому что когда человек не молится он надеется на собственные силы и часто потерпевает крах бог специально его как бы испытывает ну попробуй без меня что ты сам сделаешь ничего и сила апостол паркет в немощи божьи немощи то есть нужно признать себя немощными сосудами какой-то говорит да вот и не возгордиться и первое не раз не возроптать не возроптать да хорошо бы вечернюю молитву Сергей да неплохо было бы хорошая идея только вы как Сергей Павлович и там Игнать Тихонович потому что вы что вообще там не спите получается особенно Игнать Тихонович идея замечательная для нас для москвичей в 10 по Москве молиться но просто тоже нужно на свои тоже силы вот с Игнатьем Тихоновичем чуть под рассчитать нет не в 10 по Москве молиться по барнаульски в 10 да ну так это получится во сколько по москве тогда в москве 10 минус 4 6 вечера получается 6 вечера нормально вполне ну по крайней мере дабы больше людей присоединиться вот но я не знаю Игнать Тихонович там в 9 молиться если совместно с Игнать Тихоновичем то надо на 9 наверно пусть тогда будет у вас 5 а в 5 вы еще все на работе москвичи так ладно продолжим потом обсудим вот этот робот что у нас Евангелие от Марка 14 глава 54 66 по 72 когда Петр был на дворе внизу пришла одна из служанок первосвященника и увидев Петра греющегося и смотревшись в него сказала и ты был с Иисусом назовенином но он отрекся сказав не знаю и не понимаю что ты говоришь и вышел вон на передний двор и и запел петух и служанка увидев его опять начала говорить стоявшим тут этот из них он опять отрекся спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру точно ты из них ибо ты галилеянин и наречие твое сходно он же начал клясться и божиться не знаю человека сего о котором говорите тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово сказанное ему Иисусом прежде нежели петух пропоет дважды трижды отречешься от меня и начал плакать когда Петр отрекся в третий раз Господь находившийся внутри здания через окно или открытую дверь взглянул на Петра какой взгляд Евангелие от Матфея 26 глава 58 стих Петр же следовал за ним издали со двора первого священника войдя внутрь сел со служителями чтобы видеть конец И вот 63 стиха Иисус молчал и первый священник сказал ему заклинайте о Богом живом скажи нам ты ли Христос сын Божий Иисус говорит ему ты сказал даже сказываю вам отныне узрите сына человеческого сидящего лесной силы грядущего на облаках небесных тогда первый священник раздрал одежды свои и сказал он богохульствует на что нам еще свидетелей вот теперь вы слышали богохульство его так ну вот о Петре сейчас нам нужно ну это повторяется все читали вот я думал тут взглянем нет так Лука 22 глава это наверное параллельные события сейчас заглянем 54 стиха да и так же евангелист Иоанн это так нет Иоанна 15-18 если мир вас ненавидит знайте что меня прежде вас возненавидел Петр не сразу пал но еще раньше стоял на наклонной плоскости притча 16-18 погибели предшествует гордость и падению надменность понятно почему этот стих приходится что с Петром перед этим отречением произошло кто может сказать Петр поверил именно в свои собственные силы говорит я никогда не отречусь то что я с тобой Иисус и поэтому здесь такой был урок для Петра что он по своему по своим человеческим силам ну как бы ничто надо уповать на волю Божию надеяться на помощь Божию и тогда ты не отпадешь а Петр как раз таки там была надменность скорее всего что есть надменность уверенность в своих собственных силах так ну вот Олег Бушилов говорит я хотите на эту тему ответить пожалуйста так что-то яхнул и все и тишина а мне кажется здесь вот гордость вот гордость то что он говорит если кто-то отречется то только не я то есть он себя выше других поставил вот а потом когда уже в этом превозношении было у него искреннее покаяние вот тогда и Господь именно его поставил первоверховным апостолом потому что ну когда священник исповедует людей если вот без этого осознания немощи человеческая вот что сам-то вот он в этот грех впадал-то без этого осознания невозможно исповедовать людей то есть надо признать в том что человек без Бога он как говорится легче пустоты вот Игнать и Тихонич за это как раз и неверующие люди то и осуждают когда шахматов был Алексей вот пустоту и назвал грязью пылью ну вы себя такими не признаете вы просто гордецы и надменные и у вас такое же падение ждет так же как Петра отречетесь от Христа и все ну коли они себя христианами православными это называют то есть правда верить то есть у них все они себя верующими считают невозможно считать себя верующим во Христа пока ты не осознал себя грязью пылью и достойным ада грешником невозможно поверить во Христа как во Спасителя пока не признаешь то что ты за свои грехи достоин смерти как вот два разбойника один хулил Бога а другой говорит мы достойны за грехи наши а этот невинный за что страдает вот когда ты в это поверишь это примешь тогда ты уже на истинном пути Марка 14 глава 37 40 стихи возвращается и находит их спящим и говорит Петру Симон ты спишь не мог ты бодрствовать один час бодрствуйте и молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр плоть же немощна вот еще раз о плоти говорится что есть и опять отойдя молился сказав то же слово и возвратившись опять шел к спящим ибо глаза у них отяжелели они не знали что ему отвечать вот Господь дает оружие против этих козней дьявольских пост и молитвы когда ты молишься к Богу просишь изливаешь ему душу помоги спаси первая ступень просительная на ней все стоят все на ней просят да все да не все гордецы не просят или просят чего-то значит недуховного вот батюшка нам рассказывал что читал там в каком-то храме книгу приносили там жертвы и то ли матронушки то ли какой-то святой и книга отзывов там была и что вот они просили опросили все мирского земного временного и только одна запись какая-то была духовная вот и эти вот олигархи строят храм это для чего чтобы у них продолжалась эта вечная земная жизнь так скажем наслаждение вот эти мирские роскоши чтобы их не обокрали не а господь говорит нет горе вам богатые смеющиеся ныне что сегодня творится кто власти или клоуны олигархи горе вам рано или поздно это горе настигнет и молимся о продолжении этого тихого мирного времени конечно хочется чтобы больше людей покаялось пришлось приблизилось ко Христу и в интернете благовествуем но господь долготерпелив и многомилостив но говорят долго терпит но извините крепко бьет и как он бьет это мы из Ветхого Завета знаем и он говорит мне отмщение я вас дам не нужно самим браться за оружие если вас кто-то обижает как бы все и вот за свои права бороться надо не с оружием в руках а с Библией в руках обличает начальство не бояться почему Иоанн Краситель не боялся Ирода обличить хотя он против него ничего не сделал он против Бога согрешил Иоанн не побоялся высказать это в лицо он знал чем это кончится А здесь церкви трусость и корысть корысть и трусость вот две смертельные язвы которые терзают этот церковь боимся сказать боимся почему боимся место потерять в церкви доходное что корысть 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 деньги а те кто восстает против этого пусть он даже атеист но он смело говорит за это уже можно не боится этой церковной мафии и бог-то может и через ослицу говорить даже через атеист если слова верные пригласите этого невзорова скажите чем мы неправы скажи мы покаемся хотим никогда этого не будет беспокаянная структура дальше следует издали Петр стих 54 об этом говорит наконец он оказывается в таком обществе где ему как ученику Христа не место Псалом 1.1 блажен муж который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании разводителей не знакомо ли это в кавычках кривая и многим из нас в момент приближения искушения Петр не был не открыто и решительно за не решительно против Христа он надеялся остаться в среднем нейтральном положении но это ему не удалось чего ему не хватало вот такой вопрос предлагается ну и чтобы более понятно о чем здесь речь приводится место писания из книги откровения 3 глава 15-16 стих знаю твои дела ты не холоден не горяч ой если бы ты был холоден или горяч но как ты тепл а не горяч и не холоден то изверну тебя из уст моих вот невзоров он холоден вот из него если он покаяться будет ревностный христианин деятельный как получил невзоров не холоден нет смотрите я у Игнатия Тихоновича видел ролик где он поясняет этот стих кто такие холодные кто такие горячие и холодные верующие люди и горячие тоже верующие люди и тепло и тепло хладные невзоров он атеист он воинствующий атеист поэтому он под этот стих не подпадает он вообще не верующий в сына хорошо кто такие холодные Игнати Тихонович покажет что холодный от старообрядца вот такого плана верующие люди которые не хотят делиться благовестием это старообрядцы это холодные люди они холодные Господь говорит ой если бы ты был холоден ой если бы ты был старообряне за все бы у тебя Да, то есть, которые ревностно веруют, но не хотят делиться верой, то есть, не хотят, чтобы другие спаслись, не хотят благовенствовать и проповедовать, вот, поэтому подхолодные, вот в этот стих, и, по-моему, они даже с Сергеем Парализованным, это вот как раз-таки беседа, когда они с Сергеем Козловым говорили. Понятно, слышишь, что холодные люди, это, вот, если на земле растет крапива, то есть, а крапива-то это, ну, сорняки, грехи, то есть, плоды неверия, то есть, ну, вот, то на этой земле тогда взойдет и пшеница, а если там ничего не растет, если это болото старообрячество... Ну, можем мы еще, Игнать Тихонович, уточнить, вот, после занятий по поводу, вот, если бы это был холоден или горячий. Ну, вот, я не знаю, мне вот почему-то такое больше толкование ближе, потому что я тоже... Я тоже так думал, то, что вот есть атеисты, которых вот ты обратил и все, он понимает, то, что он, как бы, он не заигрывал до этого с попами, которые вот чисто сердцем такое, знаете, интересующиеся, я тоже так думал, но вот я посмотрел беседу у Сергея, и Игнать Тихонович тоже нормально указал то, что, говорит, этот стих относится именно к верующим, то есть, разумеется, говорит, холодный, это тот, который верит в сына. Вот такое было пояснение, но можем уточнить после занятий, пардон, то, что я прервал. Так, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то есть, верну тебя из уст моих. Да, но вот когда вот в этом ключе уже, то есть, холодный, это тоже, значит, верующий, то есть, а здесь имеется в виду, что он, ну, смотри, здесь-то Петр пришел в компанию, в компанию нечестивый, здесь нам четко поясняется, то есть, где ему не рады, то есть, он... И он не за, не против, то есть, он и не за Христа, и не против, ну, вот, то есть, он когда шел-то туда, то есть, он уже мыслями уже открекался, как бы, вот. Но перед этим вот была у него такая вот серьезная номер, как бы, уверенность, что уж я уж никогда, то есть, он... Вот, то есть, нужно быть твердо верующим, но при этом, ну, как бы, не надеяться на собственные силы, то есть, все могу в укрепляющем меня Иисусе, вот это истина. А так вот, что я верю в собственные силы, это вот гордость, то есть, две уверенности, но в разных ключах. Верить надо в помощь, в силу Божию, вот, тогда это вера, а здесь уж, как бы, почему ему Христос, так сказал, трижды отречешься? Ну, что увидел, что сердце Петра, оно вот такое надменное, такое, превозносился над другими учениками. Именно в этом ему нужно было истинное, искреннее покаяние, что и с Петром и произошло. В каком положении мы, вопрос, каждый себе задаст. Вот, и когда Петр Иуде тогда говорил, при учениках, ну, всем говорит, один из вас предаст меня. Ну, предательство и отречение, как бы, ну, предательство, конечно, это когда уже на сторону врага человек встает, это отречение просто говорит, я не знал этого человека. То есть, предательство, оно страшнее грех. Ну, и отречение не менее тяжкий грех, то есть, не знаю я этого человека. Почему не знаю? Потому что боюсь, что так же и меня распнете. Ну, да, странно, я тоже когда читал, потому что, когда Христос их уже своими друзьями называет, апостолов, то, что, говорит, вы мне больше не рабы, вы мне друзья. И здесь вот тоже так вот, очень странно, почему так вот Петр именно предал, да, потому что они были друзьями, они вместе с ним спали, вместе кушали, вместе какие-то там сложности были. И в итоге так, да, получилось нам урок сильный. Ну, вот. Еще вчера буквально он вытаскивал мяч и отсекал ухо. Был такой вот спортсмен майдановиста, за Христа готов был, как говорится. А тут не знаю. Ну, значит, не угодно это Богу-то, чтобы с мячом веру насаждали-то. Как грешить? Николай Павлович, можно? Да. По облаженному филакту я нашла, что холод, холодный, это безбожие, атеизм, язычество, явный грех. Горячее состояние, это от огня духа с от ага. Ну, вот, значит, я был отчасти прав. Теплохладный, это не мир, не язычники, не верующие, это христиане, один из семи светильников. Вот так. О, ты перепутал, брат, что, да, холодный это атеист, а теплохладный нет. Ну, спасибо, что ты стану. Давайте, Игнать Тихонович, я не против, я как бы, что я буду против филакта что-то говорить. Я просто помню беседу, и когда вот Сергей и Козлов беседовали с Игнатьем Тихоновичем, и Сергей задавал вопрос, я могу скинуть чуть попозже, скину. Холодный, с теплохладным, то есть там и там слово холод, может быть, ты, может быть... Ну, может быть, может быть, просто я... Ну, ладно. Так, когда... Так, искушение пришло неожиданно, и с неожиданной стороны. Когда ходишь невнимательно, можешь споткнуться и о камешек. Первое послание Петра, вот этого, который отрекся, 5 глава, 9 стих. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть страдания братьев, они укрепляют веру. Раз они страдают, значит, мы на истинном пути. Гнали меня, Господь говорит, будут гнать и вас. Слушали меня, будут слушать и вас. То есть, все должно быть по учению Христу. Дальше. Он пал вследствие своей бесхарактерности и нравственной трусости, как это часто бывает. Что такое бесхарактерность? То есть, ну, вот вы говорите, твердый характер. Твердый характер. То есть, несломимый дух. То есть, настаивает на своем. То есть, ну, а что вы видели? Трось ли колеблемую? Что такое трось колеблемую? Она сегодня так верует, завтра так. Политическая проститутка. Вот такой термин есть в политике. Сегодня в вашем, завтра в нашем. То есть, все. И там, и там на двух стульях. Боже говорит, невозможно служить Богу и мамоне. Ибо одного будешь любить, а другого ненавидеть. Двум господам. То есть, мамона это господин. Господин, то есть, если ты влез в эту церковную мафию, все, они уже господствуют над тобой. Все, ты уже служишь этому Господу, дьяволу. И Бога тебе любить невозможно. Ну, невозможно тебе вот на... За деньги любовь не купишь, говорят. Петра, мне кажется, все же так не совсем можно назвать бесхарактерным. Это попущение Господне было специально, чтобы для нас было это уроком. И, по-моему, тоже вот феофилакт это так же толкует, что это было попущение Бога, отречение Петра, чтобы для нас это было потом будущим уроком, что мы ничто без веры, без надежды на Бога. Сидишь, например, в обществе с неверующими, неожиданно предлагают вопрос, требующий ответа, и запутались. Часто такое бывает. Ну, конечно, вот, так же и Христа. То есть, в обществе с неверующими и неверующие, они, ну, часто, такие вопросы задают провоциклонные. Вот, а кто смотрел ролик, еще вернемся к этому, вот, священника, когда в Екатеринбурге спрашивали, вопрос ему задавали, а он не отвечал на этот вопрос. Я, говорит, принципиально не буду отвечать на этот вопрос. А вопрос это хороший ему человек задавал, я сейчас не могу вспомнить. То есть, либо священник запутался, либо он, как говорится, кто спрашивает у вас, дайте ответ скротостью, дайте ответ человеку. Вот так вот, это я помню, брат Игорь Дебунов рассказывал со слезами на глазах, когда он только-только к вере приходил, у него столько вопросов было, душа истомилась, он искал Бога искренне. И он пришел к священнику и думает, ну, вот сейчас-то я вот все узнаю, наконец-то мне Бог откроет. Задает вопрос, а он молчит. Я, говорит, 10 минут жду, 20, полчаса он молчит. Так он мне и не ответил. И у него до сих пор такая вот обида на это священство. Вот, но он брат верующий, он, конечно, не будет их с колоколем, ни с головой сбрасывать. Ну, хорошо, когда кому-то есть пояснить, да, потому что он так мог очень сильно обидеться и вообще отпасть. Да, хорошо, кто может пояснить. Отписание написано, вопрошающему ответь. То есть, если у тебя спрашивают, да, ты обязан ответить. Тем более, если у священника спрашивают, я считаю, что да, он должен был ответить. Откровения 3, так, ага, запутались, требующие ответы. Продвигается от Лука 12, 8, 9. Лука 12, 8, 9. Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует перед алгенами и божьими. А кто отвергнется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами и божьими. Вот пример. То есть, бейсбольник задает вопрос о твоей вере. Вот. И ты должен сказать, да, я сын божий. Как? Ты что? У меня было такое. Кто ты такой? Я только-только к вере приходил, может быть, я еще и не был. Но мне хотелось, во всяком случае, быть сыном божьим. Так это богохульство. Вот Христа-то и раскали за это, что он себя сыном божьим называл. Людям, которые во тьме сидят, они завидуют этому. Как? Мы дети божьи, мы дети Авраама. А тут ты кто такой? Мы царьки и божьи, мы где хотим храмы строить, там и будем ставить. А вы кто такие народ-то безбожник? Вы бесы. То есть, они их осудили, это тоже народ на проклятии. А сами себя уже канонизировали при жизни. Богу это не угодно. Он все это разрушит. И храмы эти разрушат в очередной раз. Где этот лицемерие и надменность. И им останется только выйти к народу и каяться, когда тихо-чуть. Но маловероятно это. Кровь прольется. Ну или только Господь еще только надеется на его долготерпение. Сколько можно терпеть? Господь говорит, я устал миловать. 2 Тимофею 2.12 2.12 Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Бояться этого нужно уже сейчас, при жизни. И настраивать себя на то, чтобы не отречься. Но не так, как Петр. Вот если они отрекутся, то уж я никогда не отрекусь. Так опасно рассуждать. И смерти самому не нужно искать. То есть, я сейчас пойду, пусть меня там замучают богоборцы. Я в рай пойду. Нет. Смерти искать не надо. Но нужно быть готовым. Внутренне готовым. Вот как вот к этой готовности. Когда Игнать Тихонича арестовывали все. Говорит, ты такой смелый, такой смелый. Внутри у меня сердце. Вот он боялся, что там сроком 2 года увеличить. То есть, по-человечески мы, да, боимся. Но когда мы со Христом, Господь силу дает. Откровение 3.8. Знаю твои дела. Вот. Я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое. И не отрекся имени моего. Вот. То есть, от слова нужно отрекаться. Сохранить слово. А слово-то народ не знает. Он отреться-то не может. Ну, потому что вот. Но если только в совести у кого-то вот. Раньше вот. В советские времена, вот батюшка рассказывает. Ну, люди совестливые были-то. И сейчас считаешь, вывели женщину в пролебодеяние. Господь говорит, первый брось в нее камень. Кто из вас без греха? И люди, обличаемые совестью, никто не бросил. У нас сегодня-то забили бы, и только скажи фас, а ту, и разорвали бы. Галатам 1.10. У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Сравните раскаяние Каина. Бытие 4.13.14. И сказал Каин Господу Богу. Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мной, убьет меня. И сказал ему Господь Бог. Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро. И сделает Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с Ним, не убил Его. Ну как, читая Ветхие Заветы, им можно говорить, что Бог такой жестокий, и столько крови там, и все. Убийцу Бог пощадил и защищает его. Потому что он отец любящий, отец. Его дети согрешают. Но вот наш ребенок не слушается, но мы же не будем его убивать. Мы будем его всяко вразумлять, ему там, ну ремня там ему дадим. Что сегодня запрещается, там ювенальная юстиция, все проповедуется. И пусть он дальше, как бы, к чему это проведет, это ужас. Дети убивают учителей в школах, и учитель ничего не может. Все. Мне кажется, что вот уже вот этот вот удерживающий теперь, вот нет. Кто так удерживает? Римское право. То есть закон уже не работает против вот этого нечестия. Законы бесовские уже, все. То же самое, то что можно и про Христа сказать. Кто так подыскивается, какой он жестокий. Когда Христос говорит, не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел, а принести, но меч. Это вот те же самые люди, которые будут. А вот какой Бог в Ветхом Завете жестокий. То же самое можно сказать и про Новый Завет. Это вот я относительно к Елене Скрыннику. Ну, здесь-то о мече духовном говорится. Да, да, я понимаю. Я это понимаю. Душе духовном, разумеется. То есть... Ну, разделение, оно тоже больно. Разделю, представь, невестку со свекровью отца. Это же как? Ну, как вот она кровинка была. И все, и он ушел в мир. Слезы какие. И мне, я когда Бытие читал, мне всегда интересна была судьба как раз-таки Каина. Очень интересна судьба. Вот то, что когда Господь ему сказал, что никто тебя не тронет. И дальше он, написано, ушел, город там построил, дети у него были. И всегда было очень интересно, что там на самом деле. И жалко было по-человечески то, что, я думаю, то, что он томился вот этим грехом. Исход 10.16. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, согрешил я пред Господом, Богом вашим, и пред вами. Фараон даже кается. КГБ, Русская Православная Церковь никогда не кается. РПЦЗ каялась. А им что кается? Они себя уже все прописали в Раим. Надменность вот этого. А это и есть отречение от Христа. Беспокаянность. Ну, а с другой стороны, что нам кается? Мы хотели как храм построить, а нас тут на нас напали. Так. И еще 17-е и 20-е стихи про фараона. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. То есть фараон, безбожник, кается. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. Вот и мне сейчас видится, что Господь ожесточит сердца этих строителей храма, и будут продолжать и что-то из этого. Надеюсь, конечно, на милость Божью, но... Может быть, народ скажет, а зачем нам? Скорее всего, народ будут опрашивать, и как-то народу... Скажут, они просто руки отпустят, да? Что нам против... Против такой силы сделать? Кто мы такие? Но их много, их очень много. Три с половиной тысячи, это... Нельзя с ними не считаться, вышли доволиться. Матфея 27, 3, 5. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать серебряников к пересвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удивился. В чем нужно сегодня каяться строительным храмам? Согрешили мы, что не посоветовались с вами, не спросили разрешения у местных жителей. А начали самовольно стройку. А кто, когда спрашивал у народа, начинали строить дома и все? Дома, да, жилые, там не надо, с вами людям жить надо. Но даже если бы дома в сквере, то тоже сейчас... Почему скверы не... У нас были в Барнауле слушания, я сам ходил. Хотели в юбилейном парке под застройку его отдать. Все против, и власть поутихла, поутихла. И не стали против народа доставать. Но все равно ищут этого олигарха, который бы выкупил этот парк. В котором у меня там площадка дрессировочная. О, покаяние Давида, Псалом 50, и Петра. То есть нам предлагается сравнить то покаяние у Петра. Одного сознания вины и сожаления о ней еще недостаточно. А что нужно еще? Сотворить им достойные плоды покаяния. Вера без дел мертва. То есть ты делами теперь обратными греху должен доказать свою веру. Кто крал, впредь не кради. А прежде трудись своими руками, дабы было еще уделять нуждающимся. Своё теперь отдавай. Вот это будет истинная вера. А не так, что я верю, я спасенный и все. Сектантская вера это. Так, вопросы как найти хочу. Мы так уже 10 минут заняли. Но дочитали этот перекос. Слава Богу. Так. Так, ну вот вопрос-то у нас возник по по Афиафилакту. Афиафилак говорит, если ты холоден или горяч, холоден это безбожники-атеисты. Вот. А Дмитрий Лемеш говорит, что вы говорите, что это верующие. Поясните вот этот вопрос, мы рассуждали. Я не понял, о чем, в каком месте? Так, подождите, что-то что-то созвукал. Всем слышно хорошо? Давайте я, Сергей Павлович, Игнать Тихонович, спрошу. Меня слышно? Да, отлично. Давай. Мы, Игнать Тихонович, тут сейчас вопрос встал. Из стиха книга «Откровение» Иоанна Богослова. Там есть такой стих «О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты не холоден и не горяч, то я извергну тебя из уст моих». И возник вопрос, кто такие холодные и кто такие горячие. Я сказал, что не холодные. Любовью. То есть, они так возлюбили Господа, что стараются не отстать от Него. А холодные, которые одним страхом, ой, в ад попасть, как бы не попасть. Да, я вот то же самое сказал, то, что и те, и другие верующие люди. Да, конечно. Вот, и вот здесь у нас прения были. А тепло-хладные, он так, временами верует, временами отпадает. Да, это... Да. Везде все компрессируется. И поэтому я тоже сказал, что и те, и другие верующие. Как раз-таки я пример привел, как вы в беседе с Сергеем Козловым приводили, то, что холодные – это старообрядцы. Как раз-таки. Да, абсолютно правильно. Вот бесхарактерные сказали. А кто-то говорит, ну, как попустил Господь. Так вот и попустил быть бесхарактерным. Слово-то это остается на месте. Попустил. А какой знак дал Каину? Трясовицы. Вот когда смотришь, последний день Гитлера, он стоит там, награды дает, а рука у него сзади, одна рука, кажется, левая рука. И она у него так бьется просто. У него это остаток ранения, контузии после Первой мировой войны. И вот Господь дает такое человеку, чтобы его никто не убил. А как это? Да кто б тебе руки будет марать? Смотри, уже обмарался. Трясется весь позорный. И он все это терпел. Когда человек стоит, сопротивляется, хочется как-то его обезоружить, там сказать, поставить на место. А когда трясется весь пал, тут уже ничего, отойди от него, чтобы самому не запачкаться. И дал знак ему вот этой трясовицы. Вот преступник, убийца, будет бегать до смерти. Вот мы сидим двое, ну, около окна. И идет милиционер, я не знаю, зачем он идет, ну, может, по знакомству. А который рядом сидит-то, такой парень-то хороший, никогда бы о нем не подумал ничего. Он прям сразу, а он что, в комнату будет заходить? Я говорю, да, я ее запускаю. Он хороший такой где-то. Он с лица сменился. Он не знает, куда спрятаться. А почему? Потому что что-то там есть. А это что-то всплывет потом. Я к примеру говорю. А мне нужды нету. Начальник милиции приезжает, полковники ко мне. Полковник прокуратуры, это большая шишка. Дальше только генерал. И там мы собрали всех со всего края прокуроров, помощников. Нужно, чтобы вы выступили. А я в тюрьме. И они ждут на улице, когда я выйду. Я их не боюсь. А почему? А что бояться? За мной ничего нету. Вот этот знак он ему дал. Тресовиться. Трес все время. И все время ему милиция, полиция плохая там такое. А мне ни одного милиционера в жизни так, по-настоящему, дурного не встретилось, чтобы как-то дальше продлилось это. Ну, один был на пенсии такой. Ну, он на пенсии уже пакости делал. А так, стараются как-то помочь. Тем более, знакомые я перед ними выступал. Вот так. Ну, а Фефелак толкует, что Холодин это безбожий атеизм, который в последнем может быть таким же ревностным, горячим христианином. Нет, нет. Впоследствии нет. Здесь конкретно говорится о его состоянии. А не том, что ты холодный, а потом обратишься. Это вы добавляете. Конкретно холодный и горячий. Это Фефелак болгарский говорит так. Ну, пусть говорит. Но мы понимаем, что рассчитывать на то, что когда-то, о чем в Библии не написано, нет нигде. Может быть и так. Мы его не опровергаем. Но там не сказано этого. А именно говорится о состоянии человека в данный момент, когда мы говорим об этом. Горячий, поверь, это человек, рожденный свыше. Вот когда сейчас смотришь, у тебя сейчас батюшка был, тут ко мне еще человек заходил, мы все Екатеринбургские вести смотрели. Ну, если бы был митрополит, рожденный свыше, человек, он бы на коленях приполз, попросил прощения у народа. А его не вытащишь. И они говорят, попы ни один бы не вышел, ни одна монашка бы не вышла, и все кончилось. Все дело это в митрополите. А бизнесмен, а что он бизнесмен будет строить? Если бы сказали, в этом месте заклятый храм, не трогать, никого не дам священника, все, он бы не стал строить. Да и не будет строить, если бы, мало того, подал документы, что мы отказываемся от храма. А на этой территории, с другой епархии, никто не имеет права строить. Но они сидят сейчас, выжидают. Вот сегодня у нас было собрание, как всегда. И сейчас у меня идет закачка. Ну, слабенько так. Уже часа, наверное, три идет, и еще часа два. И на собрании я как раз об этом говорил, выступил, о покаянии. Не просто снять кандидатуру свою, или претензии на этот участок, а принести покаяние за эти волнения какие были, что мы вас не учили. За них пришли заступать это там сквернословие, матеряться сильные. А это сильно на один день. Их ликвидировать очень легко. Они самонадеянно, отдельно, любая женщина его может поразить. Спороть ему требуху, как было в определенных местах с Распутиным. Просит пояснить Евангелие от Луки 22.40 и 22.44 Сейчас я открою. Придяже на место сказал им молитесь, чтобы не впасть в искушение. 44 стих. И находясь в брении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Ну это, как сегодня говорят, стигматы появляются. Это и понятно. Такое было напряжение. Грехи всего мира завели его. Мы не вообразить не можем ничего, должны только это принять. Искушение, то есть испытание, которое вы не выдержите. Придут сейчас воины с пакалами, с кольями, с мечами воины. И вы все побежите. молитесь, чтобы не внезапно это было. В житиях есть такой священник, один долго прятался, но кто-то показал, где он был. Но раз он священник, он где-то, видимо, совершал таинство-то. Его взяли прямо, как он раздетый, лежал, и такого его повели по всему городу. Какой он был раздетый. Что значит раздетый? Я не знаю. В подштанниках он был или вообще ни в чем не был. Не знаю. Но дело в том, что в других житиях этого не было. Почему он спал так беспечно, беспечность такая? Не знаю. Если ты ждешь ареста, мы сейчас как-то ночами не арестовывали, то все собрано у тебя. Когда бы ни пришли, у тебя все готово. Так вот. Сергей Павлович, можно мне? Можно. И тот же блаженный филак на эту же тему холоден-горяч. Иное толкование. Холодный – это тот, кто движется страхом Божиим, чтобы только не погибнуть, только бы не гореть в огне. Горячий же тот, кто движется любовью к Богу, чтобы только не горчить свою владыку. То есть тут двояко. Игнатий Тихонович прав. Да, вот как Игнатий Тихонович. И Сергей Павлович тоже прав, то, что он чуть наперед толкает, и здесь нет противоречий никакого. Ну, а то про безбожие, про атеизм прочитаю еще одно толкование, чтобы нам понятнее было. Еще раз то же самое ты имеешь в виду, да? Нет, где говорится, что холодный – это безбожник и атеист. Другой. Подождите минуточку, я закрыла уже, теперь сейчас найду. То есть нам, чтобы не было противоречия, то оно вроде как бы… Да, 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 да. Сейчас, сейчас, минуточку. Знаю твои дела, а они вот такие, ты ни холоден, ни горяч, и далее, говорит о страшном состоянии лаодикийцев. Теплохладные – это не мир, ни язычники, ни неверующие, это христиане. Один из семи светильников. Лаодикийцы не холодны, не горячи. Холод, то есть состояние. Холод – это безбожие, атеизм, язычество, явный грех. Горячее состояние – это от огня Духа Святого. Это те, на которых сошли огненные языки Духа Святого, воспламененные любовью ко Христу, в которых сожигается всякое лукавое помышление, всякие страсти и похоти. Это горящие и ярко светящие светом Христовым, согревающие других, теплом Духа Святого. Эти же не холодны, не горячи. Дальше о теплохладности. Так Христос говорит лаодикийцам, вы не холодны, вы не мирские, не язычники, не безбожники, вы не горячи. Нет вас веры. Но это уже в теплохладность, дальше думать. И вот еще раз повторяюсь, иное толкование, тут в скобочках, холодный – это тот, кто движется страхом Божиим, чтобы только не погибнуть, только бы не гореть в огне. Горяч же тот, кто движется любовью к Богу, чтобы только не огорчить своего владыку. Как же вы не видите противоречия? Есть противоречия, признаться в этом надо. Холодных тут же называют безбожниками, тут же называют верующим и движимым страхом Божиим. Совершенно разные люди. Ну, то о состояниях говорит. Холод – это безбожий, атеизм, видите, о состояниях. А так-то раз о семи церквах здесь говорится. Это же о верующих говорится, Сергей Павлович. Я так это понимаю. Ну, и главное, Господь говорит, о, если бы ты был холоден, то есть не может Господь сказать, о, если бы ты был безбожником и атеистом. Ну, так как... Ну, да, да. Ну, вот. О, если бы ты был движимый страхом моим, а не только лишь любовью ко мне. А вот тут, слушай, слушай, написано, холодный, далекий от веры, зачастую легче обратиться ко Христу, чем теплохладный. Холодный знает, что он не причастен Богу. Вот я про это-то и говорю. Игнатий Тихонович и сам говорит, что если на земле растет крапива, то впоследствии на ней и пшеница взойдет. А если ты ничего, как говорится, я ничего не знаю, моя хата с краю, ни веры, ни дел, теплохладный, ну, то у веры есть, дел нет. А у этого дела есть, может быть, вера не... Ну, вера без дела, она мертва, конечно, и дела без веры тоже. То есть, должно быть и то, и другое. И холод, и... Ладно. Ну, еще почитаешь сам потом на досуге. Видишь, я выхватила строчки-то не все, а тут-то более пространное толкование. Да еще нет противоречия никакого. То есть, в будущем из холодного получится ревностный христианин. Так, Сергей Павлович, можно? Да, можно. Тут еще надо просто воображение своем это держать. Вот Игнатий Брещанинов, рассматривая такое место, и говорит, иные говорят, я люблю Бога. И все. А испытал страх Божий, холодность, не было. Я сразу Бога полюбил, и только полюби. Он говорит, ничего у тебя не было, начни сначала. Потому что начало мудрости и страх Господень. Притча, первая глава, седьмой стих. Страх, как бы не погибнуть, как бы в аду не оказаться, как бы не оказаться вечным, горящим. И это тебя подвигнет к познанию любви Божией, и ты уже будешь двигаться любовью Спасителя, что Он тебя извлек из пропасти ада. И об этом особенно красочный говорит Пимен Великий. Ум держи в ааде. Ум держи в ааде. То есть постоянно и всегда помни, а это моя участь. И какую любовь Бог мне оказал, и себя припомни. За что? Какие мои братья, насколько они лучше меня? И ни одного ты не избрал, и меня избрал. Давыд-то об этом и говорит. Ты меня предпочел? И он сказал, это мелхолик, а она насмеялась над ним, скачущим перед ковчегом. Меня Бог избрал, а от твоего отца отверг. И Бог, чтобы она рот закрывала, закрыл ей щерево, и она больше родить не могла. Так, еще вопросы, пожалуйста. Время есть, пять минут. Можно даже подольше позаниматься. Я просто спросить хотел, вот вы занятие такое прошли, богатейшее, что-то пишете себе или нет? Или ручку в руки не берете? Сами подумайте, надолго это остается или нет. Вот полное толкование блаженного фефилакта, по милости великого и дивного Бога, вот у меня оно было перепечатано, и так как пришлось считать Василия Великого, Григория Богослова, Ефрема Сирина, шесть томов, я нашел, что самое лучшее это блаженный фефилакт. Он взял из всех святых отцов, которые были до 11 века. И перепечатал, ну получилось семь экземпляров, там тускленький последний через копирку и вел по ним занятия восемнадцать лет только в одном университете. Там практически отвещено все, а потом даже Господь позволил издать трехтомник с откровением. Об этом я и думать не думал, и так все неожиданно получилось. Сегодня один тут, его нету, но все-то подыскивается прямо. А вот вы книги сказали, да книги там стоят там столько, я вот брал столько-то, но я взял, да возьми, там сказал, что одна Библия, один экземпляр 36 тысяч. Ну как это одна Библия, ну как, это стерковная лавка, прямо в одном здании с метрополией, местной Алтайской, и она Библия такая, там накоженная, так все гравировано, все выдавлено, ну там разные все, углы железные, ну видимо стоит, как они насценяли-то, я даже и спрашивать не стал, я в руках ее подержал, Библию, ну только так кому-то показывать, даже тут шикануть, что ты не простой, а богатый, так, а вот такой-то только, ну подыскивается, явно, что вы там это, неужели столько стоит, я говорю, вы издавали книги, знаете, сколько стоит, вопрос, он не слышит ничего, спрашивать, надо ему, я думал, вот вы такой, а вы такой, тебя что касается-то, ты у меня книги брал, нет, ну в общем, дело-то, ну а вот это, как я покупал, она столько, я тебе пятый раз, говорю, поясняю, что это за границу, и сколько оно стоило, столько и цена назначена, я 4 полных Библии послал, каждая Библия 100 долларов, в 92-м году стоила, 100 долларов, мне покупали в Америке, умножь на 4, 400 долларов, умножь теперь на 60, сколько получится, за одни Библии 24 тысячи, за 4 Библии, так я еще послал другие свои книги приложенные, так это не все еще, я говорю, вы вынуждаете меня говорить об этом, что из тысячи экземпляров примерно 750, то есть 3 четверти подарены, бесплатно, в Библиотеке мира, ты понял, он опять свое, столько не стоит, я говорю, слушай дальше, теперь вот этот человек присылает деньги, я к деньгам, которые поступают за книги, не прикасаюсь, на них нет отпечатка моих пальцев, я сразу доделаю звонок, то есть, а человек мне звонит, я даже не звоню, у меня нет денег, они получили звонок, и звонят сразу, а потом я могу даже рассчитаться, и меня везут тогда, или посылка пришла там с Австралии, или где-то, без меня ее не дадут, я расписываюсь, и они тут из паспорта у меня руками забирают деньги, уходят, такого дурака-то вы нигде не найдете, а ты, я в тебя не могу вместить мысли свои, ни одной копейки я не воспользовался, ни одной, ни одного цента, нигде, ни в еду, ни в одежду, ни в капитал, ничего нету, тебе нужно представлять этих людей, доказывать тебе надо, могу это сделать, назвать, кто со мной ездил и получали деньги, прямо из паспорта берут и уходят, я заранее договариваюсь, у меня телефоны, кто-то мне деньги скидывает, два раза в году приходится снимать, я отдаю телефон, но иногда тут стали они еще так капризничать, или везут меня в Билайн, в организацию, и там помогают, снимают, и кто это делает, кто меня везет, там ребятишек много, или болящие там у него, они деньги эти снимают, два раза в год, и уходят, я ничего не имею с этого, ничего, никому не звоню, ну редко-редко, когда уже по-другому никак нельзя, ну теперь доволен, лежу молчить, я говорю, не искушай, я ролик поставлю об этом, мы как разговаривали, вот у меня вы уже полностью отредактированы, готовы издать, кто на нашем сайте был, видел, четыре книги стихов, каждая книга 800 страниц, на каждой странице нет ни одной строчки свободной, не понимаешь, что это книги, я пошел сейчас издавать, какая-то тысяча экземпляров, меня трясет, невозможно издать-то, там за два, может, с половиной миллиона идет, насколько достоверно, да, фотографий там много будет, в каждой книге будет страниц по 160, только фотографии, вот, сходил, посидел, и знаю, редакцию, ко мне хорошо относятся, но они не могут мне делать дешевле, у них, говорят, даже кругление, вам книги кругление сделали, корешка, 150 тысяч отдали за машинку, но меня спросили, будете еще книги издавать, ну, это может быть, с 13-го тома, я говорю, буду, тогда они купили немецкую машинку, которая закругляет, корешок круглый, ну, ничего человек не знает, и видно, и знать не хочет, ну, я отвечаю, и показываю, тем более, я же перед Богом, да и кто рядом со мной, они знают, с Потеряевки привозят сливки, со мной сидят за столом, Никита с Володей, едят, а я не ем, почему, у меня денег нет, ну, мы тебя, я сижу, я не люблю есть, без этого я обойду, и не беру, дорогу ездили мы до Владивостока Лиссабона, ребята покупали рыбу, покупали мороженое, я нигде не прикасался к тому, что покупали, почему, у меня нет денег, ну, как нет, вы же финансируете все, да, подо мной, это, касса, 440 тысяч отдали за горючее, за одну поездку только, 440 тысяч, у меня нет денег, я беру собаку, пошел гулять, они варят, рыбу купили, но так как я не ем, они тогда, только тронулись, это в Армении было, ну, рыба-то хорошая была, она говорит, не такая дорогая, я тогда останови машину, почему не купили, ну, нам неудобно, что вот мы варим, едим, а вы там сухарями давитесь, я не давлюсь, а там у нас есть и изюм лежит, и что-то еще, вы верните назад машину, вернулись назад, купили рыбу и сварили, а я в это время пошел с собакой гулять по лесам, полям, и это никакая, мне что там похвалился, ну, раз вы меня давите, я ей толкую, вот так, Лопухина, вот эта толковая библия, у меня она была, я ее подарил, не знаю где-то, вот я один раз взял ее, в университет, едва урок довел, и больше никогда в руки не брал, ни в какое сравнение, она не идет с толкованием, вот у нас трехтомник, тем более с откровением, а там впервые за 2000 лет вышло такое издание, с комментариями, у меня там 297 комментариев, и 240 в полный лист, 230 гравюры, 200 водородов, и 10 классика, с закладкой, круглением, на все сшитое, на мелованной бумаге, фотографии, на всетной все есть, то есть нету, и не было, и им никогда не издать такое, за любую книгу я буду говорить, ей нет аналогов, она в пророческом духе написана, а почему, да не то, что так почему, а потому что Господь сказал, а я эти слова принял, я несу весь о мире, об Антихристе, это явное пророчество, мне какая разница, варух был не Еремея, он только при нем был, а тоже пророк, а он ничего не пророчествовал, только распространял то, что говорил Еремея, Павел говорит, желаю, чтобы все пророчествовали, то есть в общем все пророчествовали, то есть проповедовали, говорили, с указанием на конечную участь, все, вопросы, Примерно через два часа, ну еще даже маленько, может быть пораньше, заходите на наш YouTube, и увидите не сегодняшнее собрание, и там я как раз говорю об Экетеринбурге, хотя уже говорил я об этом в двух роликах, всех призываю к молитве, ну если все, значит отключить, а помолиться надо, тут Олег спрашивает, как приобрести можно феофилакта, написать мне, а я вам отвечу, чтобы Новый Завет в одном из зданий вышел с откровением, с толкованием, не было нигде, феофилакт отдельно был, не найдешь ни главу, ни стих, а здесь каждый стих под названием «Поглавей по стиху». Сколько мы советовались, как тут был такой у нас иеромонах Нафанаил, потом он все бросил, вернулся Николай Николаевич, он очень сильно помог. Это был единственный человек в моей жизни, который одинаково быстро, не глядя, печатал десятью пальцами по-русски и по-английски. Я по-русски десятью пальцами печатал, целые книги перепечатывал, а по-английски каждую букву ищу. С лупой в лурках еще. Вот у вас вот такой вот Игнатий десять же, да, скайп? Да ну, вы просто брякните там, без всяких этих, и я отвечу. Только напишите сразу, что мы разговаривали об этом-то, я скину вам стоимость и прочее. На откровение Яна Богослова над этой темой работал отец Геннадий Фаст три года полных. В моем доме он начал это задание, я ему дал, он и не думал об этом, чем заняться, Господь позволил так. И он взял из всех святых отцов, какие только были найдены. Огромный труд. И как мы его распространяли, тиражировали. И через три года он закончил места, которые непосредственно писание красными чернилами писал. И пришел этот единственный экземпляр ко мне, а за мной следят. Машина не уходит, день и ночь дежурит и КГБ возле дома. И вот у нас стал вопрос, что делать, прятать ее или начинать работать. У меня тон студия была, я одновременно мог снимать сразу десять экземпляров. На скорости в четыре раза больше, которые будет прослушать, и две дорожки в одном направлении. То есть в восемь раз быстрее, чем считать. Подумали и начали насчитывать. Насчитали, получилось через трое суток у нас. Закончили насчитывать три по двести по триста семьдесят пять метров. Триста семьдесят пять метров это восемь часов двадцать минут. Это объем катушки. И начали и начали тиражировать. И дальше за пазухой разносить везде. А после этого и тетрадь тогда забрали уже, убрали. И тетрадь им в руки не попала. И он одновременно опровергал все современные сектантские течения. И это отдельной книгой патриархии она продавалась. Откровение. А я его взял вместе с другими местами. Четыреста три четыре кажется страницы заняло откровение одно. Повторяю, за две тысячи лет ни в западной ни в восточной части церкви полностью весь Новый Завет с толкованием не выходил. Нигде. Мы первые. помолимся. Ангелова пиаше благодатнее чистая дева радуйся и по гереку радуйся твой сен воскресе три дни вен от гроба и мир твоя воздвигнула и люди веселитесь а святись а святись а новое и русалиме слава бога господня на тебе воссия ликуй ныне веселись сионе ты же чистая красусь а богородица а восстань и рождества твоего не и но и и тихонеч назначайте молящегося Вот я кого-то тут вижу. Что-то оно все уходит. Валентина Сортисон здесь или нет? Валентина Сортисон здесь или нет? Здесь, здесь. Вот пускай молится. Валентина, слышите нас? Помолитесь о завершении. Пускай Сергея Птушенко, раз там нету. Тоже никак. Кажется, Ездра, брат наш, пускай молится. Вы микрофон не забывайте включать, а то мы же молитесь, мы вас не слышим. Ездра, Ездра. Брат Ездра, молись. Что-то третье никак. Ну, давай тогда Анатолий Меньшиков. Никогда такого не было, что... Четверых вызываем к доске, никто не... Ну, пускай Наталья Усатая. Отец Небесный, любящий Господь, Бог Яхва воочию, благодарю Тебя за этот день, которого не было ещё во Вселенной, за это собрание, за это сообщество по изучению Слова Божья. Благодарю Тебя за труды, Игнатия Тихоновича, за толкователей, переводчиков священного Писания, за интернет. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Отец, Сына, Дух Святой, на непресный, во веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. 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 Распусти нас с миром, Господи. До среды. Храни Господь всех. Слава Тебя, Господи. Слава Тебя, Господи.